Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И начать я его хочу с такой печальной ноты. Вчера состоялось прощание с Дмитрием Ивановичем Кацюбайло. Это офицер, образец, наверное, патриотизма Украины. Молодой парень, 26 лет, не дожил до 27-летия. Погиб под Бахмутом в должности командира батальона 67-й отдельной механизированной бригады. В 19 лет пошел на Евромайдан, оттуда на Российско-Украинскую войну. И с тех пор с нее не уходил. В 1922 году вошел в рейтинг до 30 лица будущего от журнала Forbes. Первый доброволец, которому было при жизни присвоено звание Героя Украины. Также стал кавалером Ордена Народный Герой Украины. Есть еще у нас такой. Вчера состоялась гражданская панихида, прощание и похороны этого человека. Позывной да Винчи. Начал войну он в 14-м году командиром взвода. В 15-м уже был командиром роты. Далее получил ранение тяжелое, когда в АТО. После ранения опять вернулся сразу на фронт. Вот такая вот у него судьба. 26 лет, не дожил до 27-летия, но тем не менее стал символом патриотизма Украины. Погиб под Бахмутом в Донецкой области. На церемонию прощания вчера пришел начальник разведки, главного управления разведки, генерал Буданов. Был главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Они пересекались еще. Он знал лично да Винчи. И они пересекались еще в 14-м, в 15-м году на полях сражений в Донецкой области. Ну и посетил вчера, прощание по нехиду, посетил президент Украины вместе с премьер-министром Норвегии, который здесь был с визитом. Вот такое вот печальное событие. Война забирает лучших. Но это цена нашей независимости, цена нашей победы, которая уже маячит на горизонте. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 11 марта, киевское время 17 часов. За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных ударов, 4 ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты произвели около 100 обстрелов с реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях. То есть темпы наступления или точнее не темпы, натиск наступления, я бы так, темпов нет наступления. Противник практически везде стоит на месте. На отдельных небольших участках имеет частичный успех в несколько сотен метров буквально. Но натиск наступления продолжает оставаться очень высоким. Они бросают в бой все, что можно бросить на сегодняшний день. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Окупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия. Идут локальные бои на участке от района Площанки до южной окраины населенного пункта Дебровы. Незначительное продвижение врага возле линии электропередач под Кременной. Это высоковольтная линия, местные знают о чем речь. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия. Наши защитники отразили многочисленные атаки. Окупанты пытаются найти слабое место в обороне. Особенно пытаются продавливать в районе Дубово-Василовки. Давят на Богдановку. И пытаются в районе питомника собрать силы для дальнейшего продвижения. В общем противник давит на Бахмут с севера и юга. То есть пытаясь хоть как-то продвинуться в плане окружения города. Судя по локациям врага, можно уже констатировать об уходе наших сил из Забахмутки. То есть восточная окраина города Бахмут перешла под контроль российских войск. Причем это произошло, это мы можем констатировать сейчас, но это произошло в течение текущей, за текущую неделю. Удержание подразделений на левом берегу было очень рискованным. Потому что фактически российские оккупационные войска держали под огневым контролем все переправы через реку Бахмутку. Атака на Васюковку с нашими войсками отбита. Враг пытается продвигаться по трассе на Славянск от Бахмута, но у него никаких успехов в этом продвижении нет. Также продолжаются попытки врага перерезать Хромова и продвинуться в сторону Орехово-Василовки. Кроме того, усиливается давление на юге Бахмута и на юге Бахмутского выступа. Учитывая оперативно-тактическое положение нашего гарнизона, оборона Бахмута является на сегодняшний день, наверное, сложнейшей задачей, с которой мы сталкивались в этой войне. Нашим силам удается ее выполнять, хотя враг привлекает значительные силы, чтобы достичь здесь хотя бы какого-то успеха. В общем, как я и говорил, кроме незначительных продвижений на буквально несколько сотен метров на отдельных участках Бахмутского направления, других успехов у противника нет. Фронт стабилен, ситуация крайне тяжелая, но тем не менее наши силы обороны ведут бои и удерживают свои позиции. На Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия, продолжаются локальные стычки на линии боевого соприкосновения, ожесточенные бои идут к югу, к востоку от Авдеевки, изменений линии фронта не зафиксировано. Судя по тому, что за последние дни на данном отрезке практически отсутствует связь с некоторыми бойцами, то можно сделать вывод, что бои практически не прекращаются и людям даже некогда развернуть средства связи для того, чтобы выйти на связь. Но боевые столкновения идут постоянно, практически круглосуточно. На Запорожском и Херсонском направлениях враг ввел оборону и оборонительные действия, идут позиционные бои, обстрелы продолжаются, то есть ситуация без изменений. За прошедшие сутки российская артиллерия и их огневые средства обстреляли более 30 населенных пунктов на Херсонском и Запорожском направлениях. В отдельных населенных пунктах, временно занятой и оккупированной территорией Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, во Владимировке полностью запрещен въезд к гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам. То есть они устраивают террор на местного населения, принуждая регистрироваться, а регистрацию можно пройти только при наличии российского паспорта. Вот таким вот образом они проводят принудительную паспортизацию местного населения. Ну а как только гражданин берет в руки российский паспорт, даже по принуждению они тут же начинают применять к нему репрессивные меры, уже как гражданину Российской Федерации. В населенных пунктах Есиноватая, Ждановка, Харциз, Амросиевка, временно занятой территорией Донецкой области, в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая власть организовала вручение местным коллаборантам партийных билетов российской политической партии «Единая Россия». Видите, да они даже не забывают о политической составляющей в плане геноцида и давления на местное население. Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области в результате огневого поражения подразделений врага местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых российских солдат. В хирургическом и лор-отделениях разместили 80 тяжело раненых захватчиков. Вот такая вот. Это в Бердянске. Где Бердянск, где линия фронта. То есть, все до Бердянска, все, что можно было заполнить, уже заполнено. Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, одно средство противовоздушной обороны и боеприпаса врага. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1010 российских оккупантов, уничтожили 10 танков, 20 боевых бронированных машин и 8 артиллерийских систем. Кроме того, враг потерял 2 реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня, 7 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Силы обороны Украины на юге уничтожили 7 лодок врага. Лодки различного типа противник оборудовал навесными моторами, сделал из них моторные, обустроил пулеметами, станковыми пулеметами, укрепил борта, и российские оккупанты таким образом пытались добраться до островов, это острова в дельте Днепра, в районе Херсона, для проведения диверсионно-разведывательной деятельности. Это их акция оказалась неудачной. За 3 дня лодки и личный состав, это около 20 человек, я так понимаю, что это силы специальных операций Российской Федерации, были полностью уничтожены нашим спецназом. То есть война спецназа продолжается и в данном эпизоде мы одержали разгромную победу над противником. Все 7 лодок уничтожены и порядка 20 человек в составе диверсионно-разведывательных групп противника были уничтожены. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей. Среди них всего лишь один носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп которого может составить примерно до 7 ракет. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы с вами продолжим военно-политическую обстановку, которая сложилась в Украине и вокруг нашей страны. И из этой обстановки, на мой взгляд, стоит отметить следующее. Первое. Появился первый проект бюджета Соединенных Штатов Америки на 2024 год. Видите, они, хоть мы и говорим, что в Советском Союзе была плановая экономика и все планировали. А рыночная экономика, например, США планируют еще раньше. Не с середины года, а с начала года. Так вот, на 2024 год в проекте бюджета Соединенных Штатов Америки заложено 1,7 миллиарда долларов на поддержку Украины и стран-партнеров в регионе, охваченном войной. Об этом сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов. Этот запрос включает 1,7 миллиарда, которые помогут Украине выиграть войну и заложить основу реформ и восстановления с целью достижения мира. А также помочь другим пострадавшим от войны партнерам стабилизировать их экономики и подготовиться к восстановлению. Говорится, в проекте бюджета на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов. Ну и вернемся к нашей войне. В Бахмуте со стороны ЧВК Варнер звучит все более жесткая критика в адрес российского правительства, за которое они воюют. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Посреди больших российских потерь в этом маленьком секторе подавляющая часть этих потерь это боевики Варнера. В общей сложности по оценкам Министерства обороны Великобритании Россия понесла, ну не Россия, а ЧВК Варнера понесли потери в районе Бахмута, которые оцениваются в 20-30 тысяч человек. То есть на Бахмутском оперативном направлении ЧВК, только ЧВК Варнера, без регулярных частей, за вот этот месяц боев за Солидар и Бахмут понесла вот такие потери. Примерно 20-30 тысяч. Это оценка Министерства обороны Великобритании на основе их разведданных. Ну и из Крыма приходит очень интересная информация. Там так называемый Аксенов, который там провозглашен временным руководителем временно оккупированного полуострова, украинского полуострова Крым, в начале этой войны, ровно год назад, он говорил, что сделал заявление в прессе крымской, что Крыму ничего не угрожает. Все хорошо, сезон будет туристический. И все же надеялся, что Киев за три дня возьмут. Ну а сейчас вышла его статья, ровно противоположная. И он сегодня говорит, что строительство оборонительных рубежей в Крыму идет согласно плана. Причем то, что мы с вами обговаривали там вчера, допустим, позавчера, о том, что они роют окопы вдоль морского побережья. Кстати, глупость несусветная, потому что окопы насыпные, а там песчаный грунт, это дожди и шторма все размоют. А сами окопы, для того, чтобы они как-то держались внутри, они пытаются их обшить деревянными щитами и таким образом их сохранить. Фактически это утопление денег в море. Ну, это очень хорошо. Пускай денег, видимо, у них много, пусть тратят на что угодно, лишь бы эти деньги не шли на боеприпасы и на содержание российских войск. Пусть тратят. Кстати, они начали строить оборонительный рубеж в самом узком месте Керченского полуострова, пытаясь таким образом, видимо, закрыть Крымский мост или защитить Крымский мост. Ну, еще раз говорю, пусть строят. Видимо, больше нечем заняться, все равно Крым будет освобождаться совсем другим путем. Совсем. Не будем рассказывать заранее, будет сюрприз. Но освобождение Крыма будет выглядеть совсем по-другому. Так что пусть строят. Как же сам этот некто Аксенов сказал о том, что если эти оборонительные рубежи не понадобятся, заявил этот господин, то они будут использованы в туристических целях. Вот мы и будем туда возить туристов и показывать, как российские оккупанты пытались удержать украинский полуостров Крым. К нам приехал с визитом в Киев. В пятницу был глава Министерства обороны Норвегии. Не премьер-министр, а глава Министерства обороны Норвегии. И он привез, без подарков никто же не приезжает. Все, кто приезжает в Киев, а не приехать сегодня в Киев, это уже мувитон в современной политике. Даже когда-то я сказал об этом, что осталось, наверное, только Сидзипиню приехать в Киев. И там на меня накинулись некоторые, я так понимаю, боты. В том плане, что да кто вы такие, чтобы Сидзипинь приезжал к вам, да это же вот друг России и так далее. А сейчас звучит из уст министра иностранных, точнее через министра иностранных дел Канады. Прозвучал призыв, что Сидзипинь хочет встретиться и поговорить с Владимиром Зеленским, с президентом Украины. Мы же понимаем, в принципе понятно, что это российский нарратив проталкивается в плане переговорного процесса, потому что мир в обмен на территории. Китай другого, мы уже понимаем, что будет предлагать Китай, что мир в обмен на территории. А дальше, выступив великим миротворцем в этой войне, Китай таким образом надеется отвлечь внимание и сгладить обстановку вокруг Тайваня. Хотя там ситуация развивается довольно интересно и в принципе Соединенным Штатам надо еще продержаться два года. Два года надо продержать Тайвань в состоянии независимости от Китая. А уже в 26-м году, даже в 25-м году, я думаю, что Соединенные Штаты прекрасно и спокойно согласятся с тем, чтобы Тайвань перешел под полный контроль, политический контроль. Никто на территориальную целостность Китая не претендует. Под политический контроль Пекина. Для этого есть экономическое обоснование. Но об этом как-нибудь в другой раз. Какое обоснование существует. Так вот, министр обороны Норвегии привез нам подарок две системы ПВО на Самс. Он сказал, что в сотрудничестве норвежские власти, в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки отправят Украине еще две системы ПВО на Самс. Ну, мы знаем эту систему. Среднего радиуса действия до 40 км в дальность. Очень хорошо работает. Единственное, что не может бороться с баллистическими ракетами. Теоретически может, но для этого нужна спутниковая разведка. Ну, мы тут ждем патриоты, которые должны вот эту брешь с баллистикой, с баллистическими ракетами в нашей системе ПВО закрыть. Также Норвегия научит украинских военных использованию этой системы. То есть, Норвегия берет еще на себя обязательство обучить расчеты комплексов на Самс. И я так понимаю, что мы получим эти комплексы уже вместе с подготовленными расчетами. Хотя, если вы помните, я напомню, кто еще желает, есть набор на курсы, вот на эти системы ИРИСТ, на Самс, Воздушные силы Украины, Командование Воздушных сил Украины объявило набор желающих, набор добровольцев на обучение и дальнейшее прохождение службы по контракту на вот этих системах ПВО, типа НАСАМС или ИРИСТ, а также других. Премьер-министр Финляндии Санна Марин пишет, готова обсуждать отправку в Украину финских истребителей. Те, которые сегодня они будут готовят к выводу из состава вооруженных сил или ВВС Финляндии. Почему? Потому что финны купили F-35. И как только начнутся поставки F-35, а они начнутся именно в этом году, Финляндия готова передать нам свои старые истребители, которые сейчас находятся в составе военно-воздушных сил Финляндии. Так что еще одна страна может нам подкинуть истребителей. Какие именно, ну надо посмотреть, пока модификация конкретно не называлась. Также премьер-министр Великобритании Ириши Сунак встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. И они сделали совместное заявление, в котором огласили, что мы договорились тренировать украинских морских пехотинцев, что поможет Украине создать решающее преимущество на поле боя и победить в этой войне, заявил премьер-министр Великобритании Ириши Сунак во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Так что еще и морскую пехоту нам помогут научить наши западные партнеры. Там и очень интересная тоже новость. Великобритания выступила инициатором того, чтобы передать Украине порядка 90% за их запасов боеприпасов. И предложила это сделать то же самое странам-партнерам, странам-участницам заседания в формате Рамштайн. Брюссель поддержал инициативу Великобритании и сказали, что Брюссель по разным средствам массовой информации дает немножко разную цифру. От 1 миллиарда до 5 миллиардов евро Брюссель готов выделить в качестве компенсации странам, которые отдадут до 90% своих боеприпасов Украине. Это все включает от стрелковых до артиллерийских и авиационных боеприпасов. Причем они будут компенсировать очень интересный механизм. Они будут компенсировать не стоимость этих боеприпасов, а они дают компенсацию на развитие производства боеприпасов. То есть они стимулируют страны запустить станки, организовать новые производства или расширить имеющееся производство, а это создаст рабочие места и интенсивно начать выпуск боеприпасов. Заодно за счет этого они полностью обновляют парк своих запасов боеприпасов. И могут его увеличивать. Но сейчас и Брюссель, Евросоюз и Великобритания призывают все страны, партнеры, которые принимают участие в поддержке Украины, отдать Украине до 90% своих запасов боеприпасов. Что нам крайне необходимо. С боеприпасами вы понимаете, что всегда есть напряженка. Ну, будем надеяться, что в принципе так оно и будет. В любом случае Великобритания это уже делает. Они первыми. И Брюссель, руководство Евросоюза это поддержало в таком контексте, как я вам озвучил. Далее. Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Ну, все напряглись. Мобилизация в Белоруссии. А нет. Не мобилизация. Всего-навсего призывает 230 человек. В основном это пограничная служба и частично вооруженные силы. Я так понимаю, что проблема стала в офицерском составе. Видимо, в связи с войной в Украине. И в связи с тем, что белорусы насмотрелись на вот эти ужасы войны, которые они там видели российскими войсками. Популярность военных учебных заведений резко упала среди белорусской общественности. Поэтому Лукашенко вынужден для того, чтобы закрыть ваканты, призывать офицеров запаса на военную службу. Так что 230 человек сейчас будут мобилизованы, будут призваны из запаса для прохождения военной службы на соответствующих должностях в составе вооруженных сил Белоруссии и в составе пограничной службы. Или погранвойск Белоруссии. У них войска. У нас служба. Ну и вишенка на торте сегодняшнего дня на пасашок. Прекрасная новость. Она произошла два дня назад. В ночь с 9 на 10 марта. Как раз в аккурат по окончании дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Ну, наверное, так. Это можно привязать. Партизаны проявились. Давно мы не слышали о легионе Свобода России. И вот он проявился, этот легион. Так вот, партизаны подожгли истребитель Су-27, 22-го авиационного полка Воздушно-космических сил Российской Федерации, который базируется под Владивостоком. На аэродроме. Это военный режимный объект. Подожгли. И, кстати, выложили видео, как разгорается этот истребитель. Ну, понятно, что самолет выведен из строя. После пожара вряд ли его можно будет восстановить. Только сдача в металлолом. Вот такая вот работа партизан. Я надеюсь, российские власти не повесят это на нас. И не добавят это в тот самый список, который я оглашал вчера. И мы его с вами обсуждали. Вы даже там дополнили некоторые моменты. Это не Украина. Мы здесь ни при чем. Это ваше партизанское движение, легион свобода России, который борется с путинским режимом. Вот таким образом они борются. Кстати, летом, по-моему, если мне не изменять память, этот легион брал на себя ответственность в нарушении движения поездов по Транссибирской магистрали. Тогда были большие задержки. Несколько составов вообще остановились в результате повреждения оборудования железной дороги. И ФСБ начало расследование по данному факту. Так что, ну что ж, удачи легиона свободная, свобода России пусть освобождают Россию от тирана, от фашизма. И борются с этим русским фашизмом, который Путин насадил больше всего в головах россиян. Вот что самое страшное. Как россияне всегда хвастали. Сами же говорили, что хромосома у них на одну хромосому больше. Чем они отличаются? Ну вот, видимо, на генетическом уровне вот этот фашизм и зверство, они вот эта хромосома им и дает. Надо ее, наверное, удалить. Вот такие вот военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. На этом первый раздел нашего видео мы заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. Вот тут я, те кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал. Поставить, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о свежих видео. И вы смотрели их в оригинале на моем канале. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Так работают алгоритмы Ютюба. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответами на вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Скажите, пожалуйста, как так получается, что на разминированной территории все еще остаются снаряды, мины? У нас в Николаевской области бригада коммунальщиков выехала на территорию, которая была уже разминирована. Для проведения ремонтно-восстановительных работ. Машина подорвалась на мине. Водитель впоследствии скончался в больнице. Были и другие подобные случаи. К счастью, без смертей. Как много таких смертельных ловушек может остаться в нашей земле после разминирования? Непредсказуемо много. Вспомните, сколько таких смертельных ловушек мы находим по сегодняшний день. Мы находим в земле со времен Второй мировой войны. К величайшему сожалению, 100% разминирования провести невозможно. Теперь эта работа будет продолжаться постоянно. И эта работа не на одно поколение наших граждан. Да, мы проведем комплексное разминирование. Да, постараются изъять максимум. Но все равно 100% гарантии дать никто не может. И всегда в земле может остаться один-два снаряда, мины. Которые потом при каких-то обстоятельствах от вибрации двигателя машины. От какого-то механического воздействия. От коррозии, которая будет разъедать взрыватель этого снаряда. Не разорвавшегося. Могут взорваться, могут сработать, могут взорваться. И могут унести жизни. Вспомните опыт Второй мировой войны. Сколько мы находили, постоянно находили боеприпасов. Даже целых складов боеприпасов. Это не в том понимании склады, что ангары. А допустим, ниши с боеприпасами. Там, где стояла артиллерия. Или там, где базировались танки. Сколько находили таких в послевоенный период. Вот этим и страшна война. Своей непредсказуемостью и своей продолжительностью. Потому что каждая неразорвавшаяся мина, это отголоски той старой войны. Вот такое горе принесла нам Российская Федерация на нашу территорию. И нам с этим теперь жить. Вопрос к вам как артиллеристу. Есть такое понятие у военных. Завязать артиллерию в бою. Как это происходит в бою и какими средствами? Спасибо за информацию. Вы меня немножко удивили. Потому что я первый раз слышу такое выражение. Завязать артиллерию в бою. Есть выражение. Ввязаться в бой. И это выражение касается общевойсковых подразделений. Но не артиллерийских. Смотрите. Артиллерия не ведет самостоятельно боевые действия. Артиллерия обеспечивает боевые действия. И поддерживает. Артиллерия может быть штатная и приданная. Штатная артиллерия. Она обеспечивает боевые действия. То есть она выполняет задачи в интересах того подразделения. В составе которого находится. Допустим механизированной бригады. Или танковой бригады. А артиллерия старшего начальника может быть придана. Или может быть назначена как поддерживающая. Разница между приданной и поддерживающей. Приданная артиллерия тоже выполняет. Как и штатная задача в интересах. Того подразделения которому она придана. От старшего начальника. А поддерживающая артиллерия. По возможности. Может выполнять задачи в интересах подразделения. Которое она поддерживает. А вот понятие ввязаться в бой. Оно присуще только общевойсковым подразделениям. Почему? Потому что иногда ставится задача. Допустим. Вот на примере Харьковской операции. Мы мобильными группами прорывали оборону противника. Вот с помощью артиллерии. Артиллерия обеспечивала огневые коридоры. И мы в эти огневые коридоры вводили маневренные мобильные группы. Высокоманевренные мобильные группы. И задача этих групп была не ввязываться в бой. А максимально сеять панику и хаос среди противника. То есть наскоками обстреливать противника. Причем обстрелы эти они проводились с разных флангов. Создавая иллюзию полного окружения. То есть они прорывались вглубь обороны. Заходили с одного фланга. Потом заходили с тыла. Потом заходили с другого фланга. И у противника создавалось впечатление, что они окружены. И их задача была не ввязаться в бой с этим противником. А дальше. Вот они создали вот этот хаос и уходят дальше. А следующий, второй эшелон, который шел за этими мобильными группами. Он уже громил с помощью артиллерии, тяжелого вооружения. Танки подтягивались, бронемашины. Они уже начинали громить этого противника. Или противник обращался в бегство. Чего было больше. Процентов 80 было того, что противник бросал технику и обращался в бегство. Так проходила Харьковская опера. Вот тут понятие не ввязываться в бой. Потому что если бы мобильные группы на первом же опорнике российских оккупантов ввязались бы в бой, все, они дальше бы никуда не поехали. Вот что значит ввязаться в бой. А завязать артиллерию в бою, ну такого понятия нет. Артиллерия, она всегда поддерживает общевойсковые подразделения. Танковые, пехотные, десантные подразделения. Если десант идет в рейд, если спецназ идет в рейд, то могут придаваться артиллерийские подразделения, которые по первому свистку, по первому вызову этих подразделений открывают огонь. И эти же подразделения наводят нашу артиллерию на те объекты, которые им необходимо, чтобы артиллерия поразила. Поэтому вот понятие не ввязываться в бой или наоборот ввязаться в бой. Вот разведка боем, она проводится каким образом? Главная задача малыми силами, допустим до роты, до взвода, завязать бой с как можно большими силами противника. То есть заставить противника вскрыть свою оборону, проявить все свои огневые средства. Вот это называется ввязаться в бой. А не ввязываться в бой, это значит наносить огневое поражение наскоками, маневренными ударами и уходить дальше в рейдовые действия, как это поставлено задачей перед этими подразделениями. Вы сказали, что в ракету воздушного базирования вся информация о цели вводится на земле не в полете. В случае привлечения летчиков к ответственности в трибунале после войны за разрушение гражданских объектов, могут ли они отмазаться, сказав, что не знали, куда стреляли, что координаты цели вводили не мы? Нет, они этого не могут сказать, потому что в летном задании им все указывается. Им указывается все, включая и районы целей, по которым они будут производить пуски. Почему это указывается? Потому что они должны точно выйти в район сброса или пуска ракет и лечь на правильный курс. Они набирают эшелон, высоту, ложатся на курс и как только они заходят в тот квадрат, потому как там все рассчитано, откуда начинается маршрут и где он заканчивается. Пилоты это все знают. Им это все доводится в полетном задании. Так что отмазаться не получится ну никак. И для этих летчиков. Так что будут нести они уголовную ответственность, как военные преступники. Почему? Потому что большинство объектов для крылатых ракет, процентов 90 объектов поражения для крылатых ракет, это гражданские объекты, не имеющие к военным никакого отношения. Добрый вечер. Слушаю вас с Монреаля, Канада. Вопрос. Как вы получаете так быстро число урытых фашистов? Хорошее выражение. Кто и как это дерьмо пересчитывает? И кто дает информацию? Спасибо и слава Украине. Я уже объяснял. Система работает следующим образом. Каждый командир по окончании боевого столкновения заполняет журнал боевых действий, где кратко излагает суть боя, сколько он длился и какие потери понесли наши подразделения, какие потери понес противник. Бойцы все видят. Когда идет контактный бой, они видят, куда бьет наша артиллерия, куда бьют наши танки, сколько они положили бойцов, видно на поле боя, все это видно, все это понятно. Плюс-минус, конечно, это не точно. Это не с точностью до одного человека. Нет, есть погрешность. Но, и вот эти командиры, собирая вот это боевое донесение, итоговое, по итогам боестолкновений или боевых действий, они подают вышестоящему начальнику. И, допустим, боевое донесение подается два раза в сутки. Вот у нас генеральный штаб два раза в сутки публикует оперативную сводку на 6 часов утра и на 6 часов вечера. Естественно, материалы все сходятся в генеральный штаб и они поэтапно в бригаде обобщаются и суммируются за бригаду в оперативном командовании, за оперативное командование в генеральном штабе, за вооруженные силы Украины. В результате мы с вами на 6 часов, сводку на 6 часов утра мы видим, что вот такое-то количество потерь, предполагаемых потерь, всегда подчеркивается, предполагаемых потерь выдает генеральный штаб. И мы ориентируемся, естественно, мы ориентируемся на эту цифру. Но сбор информации идет постоянно, как минимум два раза в сутки. Кстати, в первые месяцы войны, я напомню, что у нас боевое донесение генерального штаба публиковалось 4 раза в сутки, каждые 6 часов. На 6 часов утра, на 12 часов дня, на 6 часов вечера, на полночь и так далее. И это продолжалось где-то практически до лета, потом уже летом перешли на двухразовое сведение. Думаю, что в генеральном штабе все осталось так же. Каждые 4-6 часов идет сведение, поступают со всех подразделений о ходе боевых действий. Добрый вечер, вопрос. Объясните, пожалуйста, как поэтапно развертывают армию? Спасибо, смотрю только ваш канал. Смотрите, все зависит от того, поэтапно или не поэтапно развертывается армия. Если есть военная угроза, как вот гласить, допустим, закон об обороне Украины, да, в случае появления, выявления прямой угрозы, накопления войск противника. По идее, вот мы должны были, когда российские войска начали накапливаться на нашей границе, мы должны были ввести особый период, объявить чрезвычайное положение, ввести особый период и начать поэтапное развертывание войск. Что такое поэтапное развертывание войск? Это когда мобилизационный резерв призывается согласно очередности. То есть сначала призывает, мобилизует ОРХ-ядро, которое потом разворачивает пункты приема личного состава. Потом идет мобрезерв первой очереди, то есть это та очередь, которая заполняет вакансии в действующих или в развернутых подразделениях и разворачивает их до штата военного времени. Потом мобрезерв второй очереди уже при его призывает и он формирует либо части, которые разворачиваются по войне, либо части сокращенного состава или кадрированные части, если таковые имеются в составе вооруженных сил. И соответственно они начинают сборы, убывают на полигон, разворачивают технику, снимают с хранения, убывают на полигон, начинают сборы и проведение боевого слаживания. А потом приходит третья очередь, которая уже формирует резервы самой армии для восполнения потерь, для формирования резервных частей и подразделений. Вот так вот три этапа, ну это первое. А дальше уже продолжается, допустим, особый период заканчивается, то есть страна переводится на военные рельсы, как экономические, так и в военном плане. Допустим, армия развернулась, части постоянной готовности плюс части первого резерва и резервные части первой очереди оперативного резерва и оперативный резерв на полигонах обучаются, первая и вторая очередь уже в районах боевого предназначения, то есть в оперативных районах выдвигаются. Вот, экономика переведена на военные рельсы, все по принципу, все для фронта, все для победы. Тогда особый период заканчивается, объявляется военное положение и с первым выстрелом объявляется состояние войны. Вот так вот должна работать схема. У нас не было особого периода, мы сразу объявили военное положение, которое предусматривает всеобщую мобилизацию. Начали развертывание армии, у нас не было никаких этапов, мы просто разворачивали за счет мобилизации. Центры комплектования пытались отсортировать, сначала призвать первую очередь оперативного резерва, потому что эти люди приписаны к частям, потом уже призывали всех остальных для вновь формируемых частей. Плюс у нас по новому закону мы сразу же формировали территориальную оборону, поэтому сказать, что мы поэтапно нет. А в принципе, в ходе плановой подготовки к войне, вот поэтапно, я вам рассказал, как минимум в три этапа развертываются вооруженные силы страны. Или силы, у нас теперь это по закону называется силы обороны страны, потому что в этом случае создается ставка верховного главнокомандующего, и все подчиняется и экономика, и военные, и все силовые структуры подчиняются верховному главнокомандующему. Президент становится верховным главнокомандующим и через ставку управляет подготовкой к обороне и в последующем обороной страны. Добрый вечер. У меня вопрос. Мы 8 лет строили мощную линию оборону в зоне СВО. СВО проводит Российская Федерация сегодня. У нас было ООС, Операция Объединенных Сил, а до этого было АТО. Даже спустя год беспрерывного наступления на некоторых участках, Абдеевка та же, эта линия не пробита. Но с другой стороны, также строили аналогичную линию обороны. Чего же нам будет стоить пробитие этой линии, когда освобождение этих регионов подойдет к бывшей линии АТО или ООС? Как мы будем ее преодолевать? Мы же не можем себе позволить закидывать мясом эту линию Маннергейма. Так а дело в том, что с той стороны линии Маннергейма и нет особо. Дело в том, что российские оккупационные войска всего 7 лет готовились к наступлению. И там оборонительные сооружения не такие мощные, как у нас. Это мы 3 линии обороны строили 8 лет. И да, действительно, есть участки, где она держится до сих пор. А с другой стороны, есть участки, где они уже давно ушли с этой линии. И в ходе боевых действий эти линии претерпели довольно серьезные разрушения. Поэтому мы не будем штурмовать флоп. Мы найдем слабое место и обойдем эту линию. Или там, где в слабом месте, за счет огневых средств, мы просто обеспечим прорыв этой линии. А дальше будет введение группировки войск в прорыв с раздвиганием флангов противника. Но еще не факт. Допустим, если зайти с Луганской области и двигаться вдоль границы от Луганска на Донецк, то какая линия обороны? Мы будем идти вдоль линии обороны. Существует способов миллион. Но самое главное то, что российские оккупационные войска все 8 лет не готовились к тотальной обороне. Эта линия для них была временная. Да, они там оборудовали позиции, но не настолько мощно и плотно, как это делали мы за 8 лет. Поэтому там просто надо выбирать места, где она более слабая и там ее преодолевать. Как вы думаете, есть ли возможность у Российской Федерации уничтожить мосты через Днепр? Это могло бы сделать огромные сложности с логистикой на фронт. Так вот тут, кстати, два комментария в качестве ответов. Я их зачитаю, а потом прокомментирую. Вот в ответ вам пишут. Ну как вы думаете, если год Российская Федерация ворчит о поставках западного оружия, но по-прежнему не уничтожила пути логистики, есть у них возможность? И посмотрите даты строительства мостов. Там запас прочности колоссальный. Это закладывали при проектировании. Гарантированно сложить мост можно только подорвав опоры. Хотя бы одну. Но мосты через Днепр делались из расчета будущих войн. И вывести мост из чата можно или ядерной боеголовкой, или десятком мощных, порядка трех тонн авиабомб, которые должны попасть точно в опору. Так что пусть стоят. Частично вы правы, даже в большей степени вы правы, что запас прочности мостов просто колоссальный. В Советском Союзе, кстати, для строительства мостов, сразу скажу, применялся так называемый мостовой бетон. Марки 600. Кто строитель, я не знаю. Все знают, что такое марка 500. Все знают, что такое марка 400. Ну, кто сталкивался со стройкой. Хотя бы если сарайчик строили на участке, на даче, то вы знаете, да? Так вот, мосты строились из мостового бетона. Кстати, из этого же бетона, марки 600, строились и объекты ракетных войск стратегического назначения. Например, шахтные пусковые установки. Он аж синий. Когда вот, во-первых, он не впитывает влагу. Это раз. И он насыщен гидрофобным составом. И когда его начинают пытаться разрушить, то он имеет такой аж синеватый оттенок в середине, когда его начинают там отбойными молотками долбить. И, соответственно, ну, это очень. Мы один раз на одном объекте и одно здание, построенного, опять же, для нужд РВСН, когда оно стало не нужно, его переоборудовали в другое назначение. И там были прямые ступеньки. И для архитектуры, для красоты архитектуры, решили эти ступеньки сделать полукруглыми. То есть, скруглить края. Строители прокляли все на свете, потому что, чтобы срубить эти ступеньки с помощью отбойных молотков. Там этот компрессор молотил с утра до вечера, и они там плевались, рубили эти ступеньки. Вот такая прочность бетона. И это первый момент. Второй момент. Вы же посмотрите коэффициент кругового отклонения ракет. Вы представляете попасть в мост, который там шириной 10 метров, при коэффициенте 300 метров. Ракета Х-22. Тонна взрывчатки, казалось бы. Сколько надо ракет, чтобы попасть в мост. Плюс, даже если, ладно, берем ракету Кинжал. Полтонны взрывчатки, ну, чуть меньше, там, 400 с лишним килограмм взрывчатки. Преодолевает все системы ПРО. 20 метров коэффициент кругового отклонения. Хорошо, попала она в мост. Вспоминаем Антоновский мост. Сколько дырок было в мосту? Мы больше 100 снарядов из Хаймарс выпустили по мосту. И пролет так и не упал. Вот то же самое и здесь. Ну, хорошо, долбайте. Как выходили Российская Федерация? Они, российские оккупанты, как они? Они ложили на дырки, ложили листовое железо, там, толщиной 20 миллиметров. И ехали по этому железу, использовали этот мост. Вот и все. Поэтому, вы абсолютно правы, что надо либо рвать опору моста, для того, чтобы обвалить эти пролеты мостовые. Либо нужен очень мощный заряд, который попадет точно в середину пролета. Вот, кстати, как это было на Крымском мосту. Мощнейший заряд точно в середину пролета. И в опору, и в мостовой пролет. Середину пролета пролет рухнул, переломился, а в опору два пролета упало. Вот вам яркий пример. Попробуйте так попасть. Это ювелирная работа. И, соответственно, нужен заряд. Поэтому идея, а вот, допустим, попасть в территорию электрической подстанции, где находятся трансформаторы, это при таком отклонении ракет от расчетной точки, да, и трансформатор уязвим тем, что достаточно осколков. Не надо попадать прямо в трансформатор. Достаточно осколков, которые пробьют рубашку охлаждения, вытечет масло и все. Трансформатор сам выйдет из строя, от перегрева. Осколки посекут провода, осколки посекут изоляторы. Вот вам и разрушение. Поэтому Россия по площадным целям, Россия может бить. По точечным целям, по объектам, Россия бить не может. Супер-купер армия в мире, а высокоточного оружия сделать не удосужились. Плюс-минус 20 метров, это не высокоточное оружие. Вот плюс-минус метр, или плюс-минус максимум 3 метра, вот это высокоточное оружие. Я уже задавал это вопрос несколько раз, но ответов не было. Або я не видел. Чему врахуются корабли, які вышли в акваторию, та не враховываются корабли, що стоять в портах, а також находяться на речках Волгодонського каналу. Чему корабли в цих точках не вважаются загрозою? Потому что они не могут применять своё оружие. Его либо недостаточно дальности, либо нет возможности его применения. Вот и всё. Вы же смотрите как. Корабль в бухте, он швартуется, и они занимаются техническим обслуживанием. Для того, чтобы открыть огонь со своих средств, им надо выйти хотя бы на рейд порта. За ворота порта. С территории порта они огонь вести не могут. И мы как говорим? Мы говорим, что на боевом дежурстве. То есть в Чёрном море находятся корабли, которые находятся в боевой готовности повышенная. И в любой момент они могут приступить к выполнению боевого задания. То есть пустить ракету, пустить торпеду, сбросить там глубинную бомбу, открыть огонь из корабельной артиллерии, и отразить воздушную атаку средствами ПВО. То есть корабль в боевой готовности. Он находится на боевом дежурстве. Поэтому он считается как боевая единица. Когда корабль приходит в бухту, он швартуется, у него степень боевой готовности постоянная. И для того, чтобы его привести в боевое состояние, нужно время. Поэтому эти корабли, которые находятся в пунктах постоянной дислокации, не считаются как прямая военная угроза. Они считаются в общем боевом потенциале войск противника, но как непосредственная угроза для нас, они не представляют. Им для этого надо время. Вот когда они выйдут в акваторию моря, станут на боевое дежурство, тогда мы их посчитаем как реальную военную угрозу. Коментар до выпуска от 9 березня. Закинуть гранату в люк танку чи автівки – это очень круто. Но, на жаль, ридко. Мы видим использование гранат ВОГ-17 от АГС-30, Ф-1 и очень ридко РГМ. Ручная граната наступальна. АБО РГО оборонна. Питание, чому не використовывается граната РКГ-3? Это ручная кумулятивная граната. Для боротьбы с бронетехникой было бы в самый раз. Наперед, дякую за вашу відповідь. Смотрите, дело в том, что граната... Во-первых, этих гранат очень мало. Ручных кумулятивных гранат – это первое. Это еще старые советские гранаты. И второе. Эта граната весит килограмм. Грузоподъемность дронов очень сильно ограничена. Как вы думаете, что... А, допустим, ВОГ весит 290 грамм. А этот самый РГН или РГО весит там, ну, тоже где-то в районе 300 грамм. Так что вы думаете? Плюс-минус. Так что вы думаете, что лучше? Взять 3 гранаты ВОГа или одну гранату кумулятивную, противотанковую? Я думаю, что лучше 3 гранаты ВОГа. Тем более, что дроны не охотятся за техникой на поле боя. Там есть кому с этой техникой бороться. Там есть расчеты ПТУР, там есть противотанковая артиллерия, там есть просто артиллерия, которая ведет борьбу с бронированными объектами противника. А когда они выходят из зоны боевых действий и открывают люк для того, чтобы проветриться и отдохнуть, достаточно ВОГа. Смотрите, все ВОГи, которые падают, прекрасно горят танки, горят БМП от разрыва ВОГа в середине танка. Даже если танк не загорелся от ВОГа. Но поверьте, внутри начинка, прицел, уровни, электропроводка, это все в дребезги от одного ВОГа. Этого вполне достаточно для того, чтобы вывести этот танк из строя, или БМП, или БТР. Поэтому лучше повесить 3 ВОГа, чем одну кумулятивную гранату. Тем более, что с кумулятивными гранатами у нас дефицит. С ВОГами и с РГН-ками, наступательными гранатами, проблем на сегодняшний день, слава Богу, нет. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, если Германия планирует построить на нашей территории танковый завод, то почему бы нам не строить свои заводы на территории стран-союзников? Дело в том, что зачем нам делать инвестиции в чужую экономику? У нас проблема с нашей экономикой. Нам надо повышать внутренний валовый продукт, для того, чтобы росла наша экономика, рос уровень жизни населения. А что же мы будем строить и вкладывать свои деньги в чужую? Не хотят немцы вкладывать деньги в нашу страну? Конечно. Вы же понимаете, что на этом заводе будут работать наши рабочие? Что этот завод создаст рабочие места. Люди получат рабочие места, люди получат зарплату. И люди выпустят технику, которая и часть денег будет перечислена в государственный бюджет. И наша экономика будет расти. А растет экономика, растет что? Благосостояние или уровень жизни населения. Поэтому зачем нам строить? Если они хотят строить у нас, слава Богу, пусть строят. У меня таке питание. У випадку прорива наших військ та вбивания Клину до Маріуполя, как может измениться ситуация на Донецком и Луганском напрямках? В очевидь, российские війська могут спробовать вывезти війська с Крыму та перекинуть их на Донецк и Луганск. Там и так вошка ситуация. А с урахуванием військ с Крыму станет ще ваще. Завчастно дякую. Ну, смотрите, вы, наверное, не смотрите на карту. Дело в том, что если мы выходим на Азовское побережье, то ни о каком переброске войск из Крыма на Донецкое направление речи быть не может. Потому что сегодня Крымский мост не работает по своей грузоподъемности. То есть эшелоны с техникой по мосту пройти не могут. По автомобиле, там, тралы с танками по мосту пройти не могут. Автомобильная часть повреждена. Единственный путь снабжения тяжелой техникой, это и вооружением Крыма, это паромная переправа. А вы представляете, что такое паромами перебрасывать войска на материк в район Тамани, а потом с Тамани грузить на эшелоны, везти на Ростов, с Ростова на Донецк. Знаете, какой круг? Пока не перебросят эти войска, война закончится. Вот этим и почему россияне так и боятся, почему они стягивают войска под Мелитополь, под Бердянск, под Мариуполь. Потому что они боятся оказаться в ловушке. Тот, кто не выйдет из Крыма до начала контрнаступления наших войск, тот все, тот попадает в ловушку. Особенно в Крыму. Поэтому ни о каком уху... Наоборот, им придется российский... В этом случае российскому командованию придется снимать войска с Луганского, Донецкого направления, для того, чтобы не допустить прорыва наших войск на Азовское побережье. А если они начнут снимать с Донецкого направления войска, то мы пойдем наступлением на Донбасс. То есть у русских качели получается. Мы их поймали в этом плане. Даже 400 тысяч не хватает для того, чтобы сбалансировать линию фронта. На тысячу километров, 400 тысяч, это не те войска, которые могут сбалансировать сегодня фронт. Если мы начинаем контрнаступление на одно оперативное направление, русским, россиянам придется перетягивать войска с других направлений. Вот и все. В этом и состоит главное. Почему Путин бесится и бьется головой о стену, просит перемирия. Почему Путин хочет мирных переговоров. Потому что он прекрасно понимает, как только мы будем готовы к контрнаступлению, все, кирдык. Им нечем будет защищаться. Они будут метаться с одного направления на другое. Они уйдут с Донецкого, мы начнем там. Они вернутся на Донецкое, мы продолжим на Запорожском. Вот и все. Качели. В этом-то и опасность. Так что повлияет, наоборот, позитивно повлияет. А переброски войск из Крыма не будет. А выход из Крыма через Перекопск сюда, на Херсонскую область, ну уже не будет 24 февраля 2022 года. Мы уже на Перекопске, там их и положим. Нашими огневыми средствами. Даже дистанционными огневыми средствами. Второй заход в Украину, уже на материковую часть Украины, из Украинского Крыма, уже не состоится. Что за фраза, что шесть ракет не досягли цили? Дякую. Они просто не попали, они упали, где попало. Вот и все. Вот это и вся фраза. Если ракета не достигает цели, это значит, она либо промахнулась по каким-либо причинам, метеоусловия, криво ввели координаты цели, либо она была сбита или повреждена средствами ПВО и не смогла попасть в ту цель, в которую она летела. Вот что значит, ракеты не досягли цили. Вот такое вот выражение. Ну что ж, мы на этом, наверное, вторую часть нашего с вами видео, это ответы на ваши вопросы, закончим. И у нас остается еще одна часть видео, это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующее. Олег Владимирович, вчера Притула опубликовал фото с народного супутника. Как там идентифицировали технику и сколько техники, завдяки тим фотом, снищено. Подивите его соцмережи за 9.03. Ну, видите, я продолжаю отвечать на ваш вопрос. Да и наш народный спутник. Вот Притула все опубликовал. Так что зайдите к нему, зайдите, посмотрите. Слава Богу. Здравствуйте. Я постоянная ваша слушательница из Нижнего Новгорода. Хочу дополнить вчерашний комментарий, что россияне самый злющий народ. Это, к сожалению, горькая правда. Злющий, завистливый, упрямый, ленивый в большинстве своем. Недумающий и тупой. Теперь это особо заметно. Да, это мы замечаем. Есть границы с 1991 года. Всеми установлены и подписаны после развала СССР. Крым это Украина. Никаких референдумов. Украинская территория. В целом принадлежит государству Украина и всему украинскому народу. А мы все, кто на ней живет, временные жильцы. Съемщики земли и жилья в пределах государства Украины. Даже и вопроса быть не может о разделениях, отделениях, присоединениях. Земля украинская была и будет по закону людей и Бога, который сказал, проклят всяк, нарушающий межу соседа своего. Ну вот так вот даже слова из, я так понимаю, святого писания. Шановный пан Олег, я знайшов вартість трансформатора в интернеті. Это приблизно по таких трансформаторах лупить Россия ракетами. Не каждая ракета стільки может коштувати. До апреля 2023 року на підстанцію 330 кВт Аджалык в Одеській області должны поставити два автотрансформатора. Ну тут указывается марка його. Производство Запорожтрансформатор по 74,4 млн грн каждый. То есть трансформатор это получается 2 млн, чуть меньше 2 млн долларов по сегодняшнему курсу. Ну почти 2 млн, 74 млн грн. Ну да, тоже дорогое удовольствие. Все добре, але вы ничего не сказали за Харків. А мы дві доби сиділи без світла, води та опаланя. Але все добре, слава Україні. Почему ж не сказал? Я в тот же день, когда был обстріл, отвечал, точнее на следующий день, отвечал на вопрос по поводу 15 ракет. Там был вопрос, если бы был Патриот, то сколько бы ракет долетело до Харькова. Я прекрасно знаю, какая тяжелая обстановка в Харькове. И Харьков мне не чужой город. У меня корни оттуда. И я прекрасно понимаю, что такое сам сидел без света. Под Киевом тоже света часто не бывало. Слава Богу, сейчас... Я знаю точно, что в пятницу, по-моему, у вас впервые за год этой войны было включено уличное освящение. И Харьков стал освящаться в вечернее время. Переможная Украина. И слава, и воля. Верим, братцы казачки, наша вольная доля. Сгинуть наши выражения, как краса на солнце. Запануем, украинцы, у своей стороне. Слава из гимна Украины. А Шевченко нам з того света еще и дякую великое скажет. Это точно. Это точно. В Казахстане, до речи, установлено перший у святі памятник Шевченку. Есть версия, что Тарас Григорьевич мав за жінку з місцевого знатного роду. Ух ты. Даже видите, такая информация. Спасибо за информацию. Слава Украине. Мы ждем в Збройне Силы Украины. Привет из Брянской Свободной Республики. Но мы можем вам только помочь морально. Я не думаю, что Украина пересечет вооруженные силы Украины, пересекут границу государственной Украины. Мы не будем вторгаться на территорию. Но помочь движению сопротивления почему бы и нет. Дорогой Олег, я и раньше писал вам, что Грузия за Украину. Если вы видели кадры наших протестных выступлений, то заметили бы и украинские флаги. Да, видел. Да, кроме вашего правительства и примкнувших к ним непонятных образований, вся Грузия болеет за вас. Каждый день следит за украинскими новостями. Тысячи грузин воюют в ваших рядах. Первый раунд мы выиграли у пропутинского правительства. И когда до конца добьем их, потом и наша помощь порядком вырастет. А вас благодарю за ежедневную информацию, за объективность. Слава Украине! Доблагословит вас Господь! Украина переможет! Слава Украине и вооруженным силам Украины! Привет из Канады! Да, в этом плане вы правы. Здравствуйте! Сегодня 10 марта. Над Крымом российские самолеты летали, как мухи над говном. Провел практически весь день на рынке в Симферополе. И заметил, что многие обращали внимание на то, что слишком уже не разлетались. Привет из временно оккупированного Крыма. Слава Украине! Боятся? Боятся, поэтому летают. В поселке Криничное, что в Макеевке Донецкой области, прибывшие воинские подразделения, в основном из Дагестана, тоже расположились в домах местного населения. Практически ими занят весь поселок. Также очень много техники. Здравствуйте! Коалиция в Турции была восстановлена после того, как мэры Стамбула и Анкары поддержали Каличдоролу и после победы займут места вице-президентов. Слава Украине! Ну что ж, тогда у Турции есть хорошие шансы на демократизацию и на более лучшее будущее, чем которое, на мой взгляд, предлагает им Эрдоган. Диктатуру и отказ от светского государства. Спасибо от жителей Мариуполя за частое упоминание в выпусках. Мариуполь, Украина! Да, Мариуполь это город-герой, и я думаю, что после войны мы воздадим должное и защитникам Мариуполя, и самому городу, что он так долго держался и стоял против фашистских, российских фашистов. Олег, спасибо! Наконец, я наконец врубился. Действительно, чтобы ударить с фланга по прорвавшимся войскам, нужна хорошая группировка у противника. А ее нет, как вы говорите. Кстати, в связи с этим посмотрел, что было у немцев в районе Барвенковского выступа в 1942-м. И как получилось такое грандиозное окружение. Все сходится. Там было чем срезать фланги. Там из района Славянска-Краматорска аж целая первая танковая армия группы Клейста рубанула на север и срезала все. И с балаклеей навстречу тоже немалые силы помогли. Масштабы там, конечно, другие были. Но в пропорции все так. Путину нечем будет по флангам бить. Ну что ж, на такой позитивной ноте, с таким комментарием, спасибо вам за историческое сравнение, мы и закончим с вами сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю, подпишитесь, кто еще не подписан на мой канал. Не проходите мимо. Поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих видео на моем канале. Поставьте лайк этому видео, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Ну а мы с вами продолжаем верить в Збройные силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует...